приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего октября месяца и будем говорить о живой недвижимости города харькова поговорим конечно же в разрезе классов поговорим с цифрами о первичном и вторичном рынке в конце видео подведем итоги и я сделаю краткосрочный прогноз о том что будет происходить с недвижимостью до конца 2023 года друзья смотрим подготовленный мною материал будем разбираться через призму времени и цифр процессами которые мы наблюдали на рынке жилой недвижимости города харькова данные предоставлены им еще раз напомню компания олимп консалтинг итак перед вами карта карта северо-восточной части украины куда входят видим четыре крупных областных центра или города областного значения город чернигов город суммы город харьков и город полтава сегодня мы говорим о городе харьков период исследования у нас один месяц сверху видим у нас октябрь месяц вернее сентябрь октябрь я прошу прощения и вот здесь под городом харьковом вы видите легенду карты я не отразил основные так сказать показатели которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец октября 2023 года давайте тезисно так сказать по этим показателям пройдемся один из важных показателей активности рынка жилой недвижимости по предложениям не путайте предложения с транзакциями то есть это не продажа мы на протяжении многих лет мониторим и практически крупные интернет порталы сайты ну электронные доски и так далее и вот так через призму сказать так сказать цифр пытаемся разобраться процессами которые наблюдаем на рынке недвижимости украины видим количество предложений в октябре месяце достигло 23 тысячи девятьсот шестьдесят объектов жилой недвижимости туда входят друзья и первичный и вторичный рынок что на 2,4 процента больше чем было в сентябре но это колебательные процессы чем это связано мне сейчас сложно сказать следующий показатель стоимостной уже социальное жилье вторичный рынок 631 доллар за квадратный метр и за месяц друзья снижение минус 0,32 процента следующий мы видим показатель уже по эконом комфорт бизнес классу это также стоимостной показатель видим что 765 долларов за квадратный метр и динамика снижения за месяц 0,39 процента но вы уже обратили внимание как сильно отличается ну сильно не сильно но отличается социальное жилье от эконом комфорт бизнес класс если мы будем декомпозировать эконом комфорт бизнес класс допустим бизнес класс отдельно то это будет порядка 850 наверное даже чуть больше долларов поэтому я объединил эти три класса в одну выборку чтоб короче было видео первичный рынок переходим квартиры эконом класс снижение за месяц минус 0,18 процента 567 долларов за квадратный метр в абсолютных цифрах первичный рынок квартиры комфорт бизнес класс видим также сильно отличается от эконом класса уже 936 долларов за квадратный метр и динамика на роста за месяц плюс 0,11 процента ну и первичный рынок элитный класс также видим динамика роста за месяц плюс 0,13 процента в абсолютных цифрах это 1533 доллара за квадратный метр что в общем-то достаточно сильно отличается от комфорт бизнес класса но я уже не говорю о эконом классе итак от общего друзья переходим к частному то есть сейчас будем говорить уже в разрезе административных районах ну естественно городе харькове первый слайд это у нас карта города харькова социальное жилье видим снижение минус на целых 32 соток процента в целом по городу и на что хочу обратить внимание что наименьше всего друзья за месяц подешевела недвижимость в шевченковском районе минус 0,28 процента видим что в абсолютных цифрах это 723 доллара за квадратный метр ну и наибольше всего подешевела недвижимость друзья видим в двух районах это у нас индустриальный район минус 0,34 процента в абсолютных цифрах это 584 доллара за квадратный метр и основнянский район также минус 0,34 процента в абсолютных цифрах видим 590 долларов за квадратный метр переходим к другому слайду здесь мы будем с вами говорить также о вторичном рынке но это у нас эконом комфорт бизнес класс квартиры вверху мы видим 765 долларов за квадратный метр это в среднем по городу стоимость по трем классам снижение минус 0,39 процента за месяц ну вы также можете остановить слайд и так сказать видео и посмотреть по админ районам в разрезе так сказать админ районов в абсолютных цифрах сколько стоит квадратный метр по этим трем классам и снижение в процентном соотношении за месяц я также оставил вот эти сводные данные чтобы вам удобно было работать с информацией здесь вы также можете найти вот эконом комфорт бизнес класс 765 долларов за квадратный метр снижение минус 0,39 что соответствует этим показателям и здесь они сводные а здесь они декомпозированы по админ районам следующий слайд друзья здесь у нас уже первичный рынок квартиры эконом класса 567 долларов за квадратный метр это в среднем по этому классу в октябре месяце целом по городу снижение минус 0,18 процента также можете посмотреть по админ районам стоимость так сказать в абсолютных цифрах в долларах ну и снижение в процентном соотношении за месяц следующий слайд это уже первичный рынок квартиры комфорт бизнес класс 936 долларов за квадратный метр в среднем по городу плюс 0,11 процента подорожала недвижимость этого класса или этих классов за месяц также можете посмотреть в абсолютных цифрах в разрезе административных районах и конечно же рост в процентном соотношении за месяц последний слайд который характеризует так сказать вот эти краткосрочные процессы колебательные видим 1533 доллара за квадратный метр напомню вам что вот здесь видим первичный рынок элит класс динамика положительная роста плюс 0,13 процента и обратите внимание что осталось всего два административных района шевченковский и киевский где строятся квартиры с данными техническими характеристиками но которые соответствуют элитному классу по админ района можете прочитать и рост в течение месяца в процентном соотношении переходим друзья к самому интересному слайду это у нас колебательные процессы длиною в один год перед вами график рисунок вы можете увидеть что в октябре 2022 года это 651 доллар за квадратный метр я взял социальное жилье самый большой класс рынка недвижимости который эксплуатируется в Украине но город Харьков естественно не исключение и спустя ровно год в октябре 2023 года мы видим друзья 631 доллар за квадратный метр что показало нам снижение в годовом измерении минус 3,07 процента я не ошибся друзья ну вот перед войной мои друзья риэлторы в Харькове говорили что все пропало рынок недвижимости обрушился на 60 процентов кто-то больше кто-то меньше говорил сейчас у них растет все то есть ну в голове как я говорю полная полная неразбериха у них у меня друзья с цифрами готов вам так сказать ну понятно что не доказывать мне это не надо представляю вам статистические данные которые говорят об обратном рынок недвижимости не вел себя и не ведет как говорят риэлторы то есть мы видим снижение в целом в годовом измерении 3 процента где-то больше помесячно где-то меньше но именно так ведет себя рынок недвижимости в городе Харькове мы также даем индекс стоимости этого класса на вторичном рынке видим он отрицательный 0,969 напомню вам что индекс стоимости это макроэкономический показатель который характеризует состояние или изменение стоимости квадратного метра недвижимости в данном случае социальное жилье во времени посчитается он просто делим 631 на 651 и получаем вот этот отрицательный индекс 0,969 это интересная работа мы делаем индекс или считаем наверно так правильно для крупных украинских банков и банков которые работают иностранных на территории Украины в течение многих-многих лет и у меня есть возможность так сказать частично делиться этой информацией с вами в рамках этого крупного проекта и так подвели друзья итоги с цифрами увидели что снижение всего лишь 3 процента за 12 месяцев останавливаем пока слайдов ну и что друзья будет происходить до конца года осталось два месяца в общем-то совсем немного здесь не надо быть уже особым так сказать аналитиком анализатором шучу можно просто экстраполировать то что происходит или происходило на протяжении 12 месяцев вот эта динамика снижения она будет присутствовать и до конца года если в октябре 2023 года сравнивать с октябрем 2022 года мы увидели снижение 3 процента ну там я округлил в меньшую сторону то скорее всего за эти два месяца друзья я себе предполагаю что еще на один процент мы увидим снижение стоимости вот по октябрю месяцу я увидел как в общем-то более значительной стала снижаться стоимость квадратного метра неудивительно это связано с фронтом в районе купинска вы знаете идут боевые действия и это конечно не приносит так сказать спокойствие на рынок недвижимости поэтому я практически не сомневаюсь что до конца года мы увидим снижение стоимости на рынке жилой недвижимости порядка 4 процентов но даже если я друзья не угадаю я не занимаюсь угадыванием так сказать тыфор не в рулетку играю не в казино я говорю вам о тенденциях а тенденции в любом случае будут отрицательны и в конце следующего вернее и весь следующий год мы эти же отрицательные тенденции на рынке недвижимости украины будем наблюдать итак друзья пришло время прощаться для того чтобы вы знали что происходит с рынком недвижимости украины вам необходимо что сделать правильно друзьям подписаться на мой канал вы также можете можете обсуждать видео ставить лайки на дизлайки можете там мне писать всякие гадости только с аргументами друзья иначе я не отвечаю а еще друзья вы должны помнить что я ваш скромный слуга и компания олимп консталтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости которые я надеюсь и даже уверен станут для вас компасом или же картой каменных джунглях рынка недвижимости украины друзья до встречи следующих моих видео роликах украина